всем доброго времени суток дамы и господа с вами саня вы на канале играть и хочу вашему внимание представить такую игру как супер мега изумительные охуительные мега пуперский стрит the game оригинальное название у игры давайте отметим что разработчики этой игры прям очень очень подошли ответственно подбору прям вот название прям я думаю это это такое название которое вот никто нигде никогда не использует она очень редкая вот почему бы вот они такие на носили подумали почему бы нам не создать игру под названием а давайте подумаем вместе я думаю супер игра если это супер игра то она так и должна называться супер а что же может быть дальше рейс может стрит точно давайте стрит такой игры еще нету супер стрит о да детка а как же дополнительное название вот супер стрит у нас как бы есть что же еще что еще можно придумать и они тут решили подумали просто давать это же игра за гейм за гейм все вот вам и пожалуйста супер стрит и за гейм к чему это я друзья то что как бы облицовочка облицовочка этой игры выглядит замечательно мне мне нравится что тут именно та атмосфера которая и должна быть современных играх то есть это хороший тюнинг и вот хороший тюнинг от настоящих производителей это такие как нос ос брит и все остальное вы это все прекрасно знаете я вам это не буду дальше все по полочкам раскладывать единственное что я разложу вам по полочкам что меня очень зацепило в этой игре я вам сейчас покажу давайте зайдем в гараж вот гараже что мы имеем гаража мы имеем тачку которую именно я выбрал под себя по прохождению этой игры я не знаю буду я ее вообще проходить или нет все зависит от вас поэтому в топе в комментариях саня проходи эту игру вот делай по нему стрим я ребят прочитаю лайкнул ваш комментарий отвечу на ваш комментарий даже вот и сделаем отдельно уже стрим по этой игре значит выбрал я подобию honda civic как мы знаем точнее если вы еще не знаете то я вам расскажу в этой игре машины все не настоящие это просто пародии настоящих машин которые есть в реале как бы договора они не составляли походу скупились вот деньги либо там они зажали короче но не имеет значения вот единственное что более мне такое прямо бросилось в глаза это вот это вот подобие honda civic 6 поколения вот она вот такая вот немного ржавая я думаю тысяч за 20 могли приобрести спокойно днище на это гнило и блять потому что он арки уже им пизда надо вырезать и новые вваривать ладно это все хуйня давайте что мы можем показать и вообще понять в этой игре что как тут все и находится внешний вид внешний вид передний бампер давайте посмотрим по передним видите как прикольненько все это отодвигается типа откручивается и мы можем посмотреть а оп и типа но мы заказали новый грязный белая бело-черный бампер вот рядом становится и можно посмотреть в принципе выбор тут бамперов довольно такой хороший прям все под спор ладно ну такое кстати что я хотел еще вам сказать тут под каждую машину под каждую машину вроде свои уникальные бампера вот этот бампер кстати есть вроде у всех тачек кастом так по передним бампером я вам показал по задним давайте быстренько пробежимся потому что их тут не очень много вариантов все они очень даже похожи друг на друга так что думаю долго рассусоливать тут мы не будем дальше пороги пороги тоже прикладывается тут такое варится новый порог это это знаете как будто взяли блок бетонный блок такой немного выпилили такую отверстие небольшое и просто взяли и вставили все зачем что-то вы думаете или пенопласт блять ебанули и все на суперклей ну короче мало 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 тюнинга я ожидал большего тюнинга так что касаемо по капоту о сша капот тут и ложится убирается старый капот и ложится то есть не прикладывается как все остальные детали которые мы сейчас с вами наблюдали а он просто ложится на капот который наш старый заводской убрали ну принципе чё давайте заценим есть 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 нормальный вот от эвика я видел есть нормальные капоты принципе выбора чуть больше чем задних бамперов воздухозаборники даже есть вы прикиньте есть вот кастомные они принципе все тут кастом на и опять и опять прикладывается видите даже тень имеется в чем прикол в чем прикол я не понимаю 2 1 такой изогнутый я думаю вот этот будет в тему но 300 баксов жмется поляра давайте пробежимся по спойлерам блять а ржавая машина и у меня плакать хочется когда на нее смотрю так такой обычненький хорош неплохой вот он врс ок сука но у него есть другое название он специально под какой-то стиль гонок но ничего ты вот это вообще просто блять взяли распилили доску ебанули в красный белый цвет и все и пойдет уху байда но это такое принципе спойлеров тут больше чем чем всего остального наверное если все сложить на и нас поляров тут намного больше так зеркала и сушь это мне уже напоминает underground 2 принципе смотри тут даже ведь какие есть отдельные всякие с узорчиками о о то что я люблю как говорится крылья ты посмотри тут тоже крылья x2 f1 style жить и сразу видно вот даже чем-то вот похоже на фордовский такой такой крыло вот согласитесь есть какие-то очертания этого крыла под форд и за 800 а без сразу и заднего и переднего я понял номерной знак сплиттер имеется еще и номерной знак чем номерной знак дает принципе либо он есть либо его нету так забейте так себе тюнинг и я и я вообще в шоке сейчас так что касаемо внешнего вида мы с вами разобрались давайте перейдем характеристикам выхлопная труба у слышно как я и говорил видите вот внизу вы видите орех производитель из такой вот и принципе если в эту игру вложили сериальные производители то есть они разрешили чтобы их логотип их название были именно в этой игре они наверное посчитали что игра годная и стоит того чтобы ихняя марка показывалась именно в этой игре почему же тогда отказались производители машин в чем подлянка или что они как вообще это все хотели придумать я не понимаю зачем было так портить курс выхлопная система тут прям четенько ведь она так выдвигается прикольно дорогая сука но что поделать в принципе выхлопной системы тоже много как и как и сплеров все остальное как бы ожидается лучшего я надеюсь игра будет как-то обновляться но принципе не имеет никакого значения почему-то нос самый дорогой 700 баксов и он стоит первый по списку как бы логика должна от меньшего к большему идти тут почему-то все наоборот токи из двигатель ты пос анимация вы зацените анимацию вот такой у тебя старый двигатель кондовский стоит от витек и у тебя хоп новый ход еще один 2 и 5 литра 2 и 5 ребят сразу 2 и 5 3 литровый если мне память не изменять такой двигатель ставится на мощные мускул кары я не знаю зачем он нужен блять 4 понятно без комментариев короче оставим же этот двигатель потому что денег нет turbo turbo также открывается капот и что мы видим система turbo но тоже вот меняется и внешний вид тоже естественно меняется это статьи заебись такого в нфски как я помню нету так что у нас тут тоже видите меняет свой внешний вид и производитель тоже разный шкс вообще какой-то грибок посмотрите разноцветный принципе понятно воздухозаборник так охладитель охладитель у нас передняя вот эта решеточка идет блин это четко это четко это это лайк это лайк и но у нас такой ржавый уже уставший тормоза тормоза давайте глянем по торг вы посмотрите как снимается колесо то есть сам диск отходит и шина уходит слезает с диска плюс у нас такие ржавые тормоза вот можно поставить что это не знаю я я только brembo только убиваюсь по brembo и кстати они есть разные gt gt4 и керамикс gt к спорт разные 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 на вкус и цвет как говорится кушайте не обляпайтесь по характеристикам только непонятно почему то если ты ставишь такие то такие то цена разная характеристики остаются вот внизу в левой части вот под моя вебка вы можете увидеть когда меняются характеристики они почему-то все одинаковы этого я не могу понять и был так по ибо тоже ставится разная финте флюшка но характеристики почему-то не менять ты можешь поставить самый днищевский допустим за 550 но он будет добавлять или не будет добавлять уже это непонятно так топливный инжектор топливный тоже разных фирм добавляет мощность и впечатление но цена тоже разная а характеристики одни и те же муфта даже муфта есть но это все не показывается к сожалению принципе по внутри очки именно вот так вот единственное что мне понравилось это то как происходит эффект того как ты меняешь допустим двигать ставишь турбину ставишь там воздухозаборник еще что-нибудь ставишь и у тебя как бы меняется картинка и вид в целом то есть у тебя может быть такое ржавое корыто как вот это вот сейчас фонда civic но у тебя под капотом ты его открываешь и у тебя там такая внутри очка стоит что просто все угла колеса что у нас по колесам мы имеем вот такие вот покрышки стоковые да также можем вот менять спокойно все они прикладываются тут даже ведь с наклейками каждого производителя так ну 1500 1500 1500 а характеристики как стояли на месте таки остались принципе можно поставить вот за 700 я не будет стоить как 1500 до такие принципе я разница не вижу по дискам по дискам что диск о bbs как смотрится сразу до 3600 сука это наверно за одно колесо ну как в реале да не конечно же я рофлю блять тут конечно сразу за пару ну блять четыре колеса и все 33 600 отдаешь и тебе блять дают 4 диска bbs так дальше ух если тут есть то что я хочу а хочу я инки то буду я ставить инки сразу мама сейчас пролистаю ребят это все вы можете сами скачать эту игру и кому прям очень интересно или на стриме мы сделаем полный уже обзор по дискам по всей внутри очки и так далее так далее ос имеет вот такие вот у меня диски были только у меня были было реплика похоже очень у меня были на колени прям очень похож вот эти вот эти мне всегда нравились свое время так я ищу инки есть спарка в итоге в итоге вот такие у нас стоят блять обычный штаб так тюнинг передняя высота посадки то есть мы можем менять посадку автомобиля сейчас я вам покажу видите передок поднимается я тут уже до этой самой видеозаписи немного поднастроил себе я сделал передний угол развала минус 9 видите колеса как немного наклонились даже можно 10 и 5 на нас делать подожди 10 и 5 передние задние задние колеса проставка тут можно проставку сделать сразу колесо выпирает в хлам нам это естественно не очень надо так размер передних я сделал штампы блять вот эти ёбаные штампы которые уже все им пизда не рассыпятся на при первом же заезде может блять не знаю может их покрасить баллончика чтобы блять не так позорно было я их сделал 21 радиус мне кажется это 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 полный колхоз но халява ради халявы можно и поставить так что по покраске покраска тоже тут имеется покрасить все покрасить деталь допустим корпус передний бампер капот двери задний бампер и задняя крышка багажника блять стекло можно даже брать баллончика ебануть себе и все и будешь радоваться тонировочка блять топ самый модный на колхозе будешь что этими хочу сказать покрасить тут можно можно и я честно сейчас охуеваю до этого я не заходил сюда не смотрел как выглядит тачка когда она уже блять свеже свеже покрашена но вы посмотрите на этот свет это называется candy блестящая матовая металль ну короче как обычно даже скины какие-то есть чё за скины это это чё блять такое впечатление что блять мамонт обосрал мою машину коричневый нет нет давайте возьмем candy и посмотрим сколько она будет стоить 2000 мать его баксов но она будет того стоить просто будет машина сразу без подварки блять без нихуя просто краситься блять нахуй так сверху эпоху и машина превращается конфетку просто насчет покраски я вам так быстрее искал свет смотрим передние пары а вы посмотрите как как она уже смотрит а потом можно покрасить вот эти вот леснички которые сверху парк ты посмотри где вы такие пары еще блять увидеть ни в какой нфс ки такого нету и выбор тут кстати довольно такой приличный я не знаю как этот выбор вообще работы есть ли по прохождению карьеры еще открывается или нет мне кажется только вот это вот доступно и все все товарищи твоя цель заработать бабла и сделать свою тачку крутой вот в чем смысл этой игры давайте пробежимся по задним фарам тоже имеются вот это вот неплохие фары вот в принципе тут все годное даже вот это вот было но сток тоже ничего отполировать и будет не он как да почему только она одна и я я не знаю и мне вопросы не задавайте она одна это знаете как в лихие 90 и блять но не в лихие даже 90 2000 когда форсаж появился и все начали тыкать себе блять все подряд на с елки блять сняли нахуй под нищу машину так ебанули блять все ты блять прокачал свою тачку ну так же и тут тебе дали одну блять все ленточку блять ее ебанул под нищу который у тебя нахуй гнило и хуя мы у тебя блять не только блять по светит у тебя весь салон освечивается этот красный цвет с ростом нахер интерьер машины даже есть сиденье выпуская дверь какая хоп почему именно так почему не сделать дверь до согласитесь как она правильно открывать почему и он нахуй надо вырывать чтобы показать какое-то заштопанное сиденье а потом блять опять варивать это эту дверь обратно разработчики вы так увлеклись тем что блять отходят 2 детали блять потом вы их обратно блять вставляете вам по кайфу что ли это по кайфу блять я не могу понять в принципе по сиденьям тоже видите производители вот брит мама ну и спарка естественно и наше колхозное сиденье дальше руль опять минус минус дверь руль обычный руль такой руль сикой блять единственная не могу понять нахуя тут рули блять менять если нету как бы от первого лица вида этой игры приборная панель также все такая короче нихуя не меняется вешается вверху блять тахометр или какая-то это вот это вот красная красная говорю бело-красная круглая поебень которая нахуй не нужна багажник что касаемо багажника тут тоже как в нфс underground 2 имеется вставки такие вот под динамики по ходу либо что это можно компьютер туда поставить ну либо трупы возить какие-нибудь все все после того как мы прокачаем багажник откроется сабвуфер видеоэкран там какие-то усилители и так далее так далее все это мы показать тюнинг тюник это то что я вам показал ранее то есть настраиваешь свою машину как она тебе нужна посадка угол развала передние колесные вставки задние колесные вставки все что твоей душе угодно и как твоя фантазия блять видит свою машину ты можешь это сделать можешь сделать блять инопланетянин который блять люди увидят где-нибудь ты будешь в колхозе своим проезжать и люди увидят машину скажет господи блять инопланетяне прилетели в наше село что касаемо команды что за команда я не в курсе что это за команда и тут никакой команды нет это наебалово полное все вот все что мы имеем в гараже поэтому по по внешнему виду по внешнему виду по тюнингу я призываю вас написать в комментариях написать в комментариях угодно это до 2018 года или так себе говнецо мне кажется моментами вот лично мое мнение лично мое мнение моментами игра даже очень хороша в плане тюнинга есть такое что нету как бы в других играх и можно было бы сделать в нфс андеграунд даже в других нфс как то что еще огромный плюс это эмблемы и настоящие производители все вот это вот жирный плюс больше из хорошего я ничего пока тут не увидел сейчас мы перейдем гоночки гоночки первая гоночка моя в этой игре управление я не настраивал сейчас будем вместе для это управление настраивать и я не знаю что там но по слухам по слухам как мне говорили друзьям это это такой кал ребят так что готовим чайку готовим печенюшки и сейчас мы вместе с вами попробуем скатать одну гоночку и посмотреть вместе стоит играть вообще в эту игру или не стоит потому что в гонках самое главное что это управление и тюнинг уже переносится как бы на вторую на второй план погнали заценим можно играть в это вообще или нет так первое токио токио racing и получается что-то там опыта 300 это опыт до r300 опыта доступно давайте выберем тайм почему блять до конца на русский нельзя было перевести давайте на время попробуем все блять что что они вот вы уже сделали игру вы перевели ее блять на русский даже вот внизу подсказки на русском все на русском сделайте вы и интерфейс гонок как бы чтоб можно было понять что то что тоже было на русском вы затрудняетесь деньги потратить или переводчик у вас нету google translator там онлайн подсоединение блять я не знаю как это работать но это можно было сделать итак минута двадцать первое место нажмите любую кнопку нажал управление очень резкая без комментариев тут короче живой поток машин еще машина просто она в стоке ее не должно вот так вилять ее не должно вот так вилять вы посмотрите вот я влево нажал все право влево все и и начинает носить по полной программе а в дрифт 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 сука не хочет заходить когда я нажимаю пробел нету никакого сцепления с дорогой вообще она не чувствует блять нихера поэтому очень 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 мне трудно сказать что эта игра прям охеренно до 2018 года нету в ней ничего такого я еще плюс вижу что она немного подлагивает блять финиш и что мы имеем первое место куда-то в кущере улетели поздравляю вас заметили спасибо я вас тоже заметил так вторая гонка вторая гонка чтобы первая пробная мы заняли первое место вторую гонку я сейчас попробую ребят настройки настройки графики я снизил я просто не понимаю блять почему она подлагивает даже просто при обычной записи сука игру прям подготовили прям вот исключительно знаете вот сроки поджимают сроки поджимают надо игру блять срочно выпускать и вот они на нахуй блять давай как есть все покупайте самое главное блять какой девиз блять любой любых чуваков которые продают игру за бабки есть игра есть игра да даже она если у тебя еще не доработана есть какие-то косяки блять знаете что самое главное ебануть нахуй бета тест блять ебануть ее уже в продажу блять а потом ее только доделать обновлениями вот вот так делают бабки понимаете красивый красивый трейлер красивый трейлер и больше нихуя все поехали попробуем старую гоночку уже уже играем ночью с соперниками старт старт очень вялый старт очень вялый и управление такое же дебильное как и было в первой гонке просто невыносимая управление ух ты е кстати разрушаемость тут хорошая я заметил что прям двери открываются только так и соперники пытаются тебя таранить подвешено смотри азот есть а как как на вказал ты что серьезно тут азот есть на стоковый сука в машине азот ээээээээ а почему у меня тачка несет в другую сторону ребят это это я думаю в это стоит играть Машина то у тебя поворачивает, но когда ты ебался в первые 2-3 поворота, тебе подровняли колеса твои и все, машина вообще неуправляемая. Я не знаю, стоит ли в это играть, судите вы, я просто гонщик со стажем, поэтому я еще как-то пытаюсь тут выруливать это все, музыка, кстати, если не знаю, слышите вы ее или нет, она такая немного отстойная, походу просто без авторских прав с ютуба скачали и просто впихнули в эту долбаную игру. Если еще даже это с авторскими правами и ютуб будет как бы плакать, писать, что вы, сука, пиздите музыку и так далее, так далее, я вообще в ахере буду и я не буду играть в это говно, потому что музыка тут так сидит, музыка это как бы святое для гонок, тут ее нету, тут какая-то играет мелодия, первое место, машина в хлам и выводы делайте сами. Давайте подведем итоги по этой игре, напоминаю, мы пробуем игру и делаем такой небольшой обзор по игре Super Street The Game, игра 2018 года, которая должна просто покорить всех своим тюнингом, который ребята, я думаю, многие уже слышали и смотрели и сами делали, наверное, тоже обзоры по этой игре. Все говорили, что игра достойна, игра достойна тем, что тут охуенный тюнинг. Да, я согласен, тюнинг местами пиздатый, местами, но геймплей по управлению, по управлению он вообще тут ни о чем. И не важно, какая у тебя скорость, не важно, какая у тебя скорость, ты начинаешь просто вот так, как сосиска, блядь, ехать. Из-за того, что какое-то тут непонятно управление с чувствительностью при нажатии и поворотах. Если, если я еще покопаюсь в настройках, если это в игре так изначально задумано, то в эту парашу я играть не буду. Я сразу говорю, в это говнецо я играть не буду. Если же это можно изменить, то есть сделать более симуляторнее, то я даже поиграю и сделаю пару стримов, ребят, по этой игре. И от вас зависит. Не забываем прожимать лайки за этот обзор. Я думаю, вам многим понравилось, и многим, может, вообще не знали о такой игре. Ребята, прожимайте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Саня, канал Иград. И жду ваших комментариев и прочитаю все до единого. Давайте, ребят, до встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok